Здравствуй, мой друг. Очень хорошо, что ты пришел. Проходи, располагайся на этих мягких подушках поближе к камину, расслабься и слушай. Сегодня мы продолжаем читать замечательную книгу под названием «Призрак. Оперы». Известно, что пожарные – смелые люди. Они не боятся ничего и, конечно же, не боятся огня. Пожарный, о котором идет речь, лейтенант, пошел как-то смотреть подвалы и, кажется, рисковал не больше, чем обычно. Неожиданно он появился в зрительном зале, бледный, с трясущимися руками, с глазами, вылезшими из орбит, и почти упал в обморок на руки матери, маленький Жеме. И почему? Потому что увидел голову в огне, голову без тела, которая приближалась к нему на уровне глаз. А ведь, повторяю, пожарные не боятся огня. Имя этого лейтенанта было Попен. Картибалет пришел в ужас. Прежде всего, эта голова в огне не соответствовала описанию призрака, данному Жозефу Эмбюке. Тщательно расспросив Попена, а затем и Шозефу Эмбюке, танцовщицы пришли к единодушному мнению, что у привидения несколько голов, и что она меняет их по своему желанию. Поскольку даже пожарный, причем лейтенант, упал в обморок при виде жуткого призрака, балерины и стажеры нашли в этом достаточное оправдание для страха, который заставлял их бежать так быстро, как только можно, когда им надо было миновать темные уголки плохо освещенного коридора. Итак, на следующий день, после того, как пожарная рассказала о своей встрече, Ла Сарелли решила улучшить, насколько это возможно, охрану здания, которое подпало под дьявольские чары. Окруженная танцовщицами большой группой стажеров в трикон, она направилась в вестибюльку привратнику неподалеку от двора администрации и положила ему на стол подковку. Отныне каждый, речь идет не о зрителях, кто приходил в оперу, должен был прикоснуться к этой подкове, прежде чем подняться по лестнице. Тот, кто не желал этого сделать, рисковал стать жертвой темной силы, которая овладела зданием от подвалов до чердаков. Поверьте, я не придумал эту подкову, так же, как и все остальное в этой истории, и ее до сих пор можно видеть на столе в вестибюле перед конторкой привратника, когда приходишь в оперу через двор администрации. Теперь вы, вероятно, можете представить себе душевное состояние балерин, когда они вошли в артистическую борту Лос-Арелли. «Это было привидение!» — воскликнула маленькая Жаме, и тревога танцовщицы возросла еще больше. В комнате воцарилось мучительное молчание, нарушаемое только учащенным дыханием. Наконец, проявляя неподдельный страх, Жаме бросилась в дальний угол и прошептала одно слово. «Слушайте!» Всем показалось, что откуда-то, из-за двери, расстался шелестящий звук. «Нет, не шагов!» Как будто легкая, желтая одежда скользнула вдоль двери. Лос-Арелли пыталась подавить страх, подошла к двери и спросила равнодушным голосом, «Кто там?» Ответа не последовало. Чувствуя, что девушки ловят малейшее ее движение, Лос-Арелли, сделав над собой усилие, сказала очень громко, «Есть там кто-нибудь?» «О да, конечно, есть!» Шептала смуглая мигшери, ухватившись за газовую юбку, Лос-Арелли. «Не открывай!» «Боже мой, не открывай!» Но Лос-Арелли, вооруженная стилетом, который всегда был при ней, решила рискнуть. Она отверла дверь, открыла ее. Танцовщицы отступили в ванную, а Мэг Шери едва дышал. «Мама! Мама!» и смело выглянула в коридор. Он был пуст. Газовый свет, подобно огненной бабочке в степлянной тюрьме, бросал зловещий, красный отблок на все вокруг. С тяжелым вздохом Лос-Арелли быстро закрыла дверь. «Нет!» «Сказала она. Там никого нет!» «Но мы видели его!» настаивала Шаммэ. «Он должно быть крадется где-нибудь здесь. Я не пойду обратно одеваться. Мы спустимся сейчас вниз вместе и вместе вернемся!» Шаммэ незаметно прикоснулся к маленькому коралловому пальчику, который, как считают, отвращает не снастья. Лос-Арелли украдкой обвела крест святого Андрея на деревянном кольце, которое было на третьем пальце ее левой руки. Один известный журналист однажды написал следующее. Лос-Арелли Великая балерина Красивая женщина с печальным, чувственным лицом и кипиким, как ветка ивы телом. Обычно о ней говорят, что она милое создание. Голова ее легко покачивается, словно перо цавлено длинной, гордой, элегантной шеей. Когда она танцует, движения ее бедер придают всему телу трепет невыразимого томления. Когда балерина поднимает руки и напрягается, чтобы начать пируэт, тем самым подчеркивая линии бюста и выделяя бедро, мужчины, говорят, готовы размашить в себе голову из-за неосуществленного желания. Что же касается ее ума, то кажется, это был установленный факт. Ла-Сарелли его почти не имела. Впрочем, никто не ставил ей это в вину. «Вы должны взять себя в руки, девочки», сказала она, танцовщица, «привидение. Может быть, его никто не видел». «Мы видели его», запротестовала одна из девушек в черном фраке с головой мертвеца, точно таким же, каким его видел Жосов в бюкке. «И Габриэль тоже встретился с ним только вчера», сказала Жаммэ. «Вчера днем среди белодня». «Габриэль, харместер, конечно, ты не знала об этом, и он был в вечернем платье средь бела дня». «Кто? Габриэль?» «Нет, нет, призрак». «Да, он был во враге», подтвердила Жаммэ. «Габриэль сам рассказал мне, он был в кабинете режиссера, вдруг дверь открылась и вошел в Перс. Знаете, у Перса турной класс». «О да», воскликнулись все вместе маленькие танцовщицы. «И вы знаете, как с суеверием Габриэль продолжал Жаммэ. Он вежлив, но видел Перса, он обычно сует руку в карман и прикасается к ключам. Но на этот раз при виде Перса он вскочил из кресла и подбежал к замку на двери стенного шкафа, чтобы скорее прикоснуться к металлу. Затем схватил свое пальто, висевшее на гвозде, но разорвал его. Габриэль так спешил покинуть кабинет режиссера, что ударился по вешалку и посадил себе большой фонарь. Он оцарапал руку подставку для дот, попытался перец за фортепиано, но не следил за тем, что делает, и крышкой инструмента сильно ударил его по пальцам. Наконец Габриэль, как сумасшедший, выскочил из кабинета, однако смоткнулся на ступеньках и упал. Мы с мамой как раз проходили мимо, поспешили помочь ему подняться. Мы страшно испугались, увидев, как он выглядел весь в синяках, на лице крови, но он улыбнулся нам и произнес «Слава Богу! Я легко отделался». На этом закончился наш вечер. До свидания. До следующей встречи у камина.